Росгострах вновь оштрафован. На этот раз из-за жителя Чамзинки мужчине не захотели сделать ОСАГО без дополнительных услуг. Тогда автолюбитель пожаловался на страховщиков всем надзорным органам, от прокуратуры до Центробанка. И выиграл суд. Подробности у Людмилы Кусерой. История борьбы жителя Чамзинки с Росгострахом не уникальна. Как всегда, мужчина пришел к страховщикам получить полис ОСАГО, а они ему начали навязывать дополнительные услуги. Автолюбитель возмутился, написал заявление, но над ним только посмеялись. Пытался договориться безрезультатно. Я к ним пришел, обратился, хотел застраховать автомобиль. Отказали, пришел на следующий день, принес заявление, снова отказали. Вот и что делать? Нигде страховки нет, а автомобиль как бы нужен. Алексей Корольков даже не рассчитывал, что сможет наказать Росгострах за нарушение закона. Это просто стало обидно, и он написал жалобу в прокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк. Спустя какое-то время ему начали приходить повестки в суд. Правда, ни на один процесс ему попасть так и не удалось. Они проходили не в Мордовии. А потом пришло уведомление. Росгострах оштрафован на 100 тысяч рублей, а менеджер, который не оформил полис, на 20. Ну, понятно, что это не они придумали, а, наверное, приказ какой-то у них действительно сверху был. Ну, а нам-то водителям что делать? Где нам покупать страховку? У нас здесь они практически манипулисты. Насколько я знаю, у них один офис здесь страховой компании. Как бы вариантов не было. В сентябре прошлого года, когда эта история только начиналась, мы пытались поговорить с менеджером, отказавшим Алексею в страховке. Почему он так сделал? Ведь все уже знают, что незаконно, но он общаться не захотел. После приговора та же история. Без руководства я ничего говорить не буду. Росгострах уже много раз судили и штрафовали. Но, видимо, для компании такие наказания не страшны. И сотрудники продолжают навязывать ненужные услуги. Автомобиль Алексею Королькову Росгострах застраховал без дополнительных услуг задолго до вынесения судебного вердикта. Правда, сделали это не в Чамзинском отделении, а в главном офисе компании в Саранске. Теперь автолюбитель надеется, что впредь не придется сталкиваться с таким беззаконием. Будет страховаться онлайн, если и в этой системе страховщики не найдут какую-нибудь лазейку. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Чамзинский район. Республика Мордовия.